Уважаемые депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва, уважаемые гости, в соответствии со статьей 99 Конституции Российской Федерации и решением Временной Депутатской Рабочей Группы по подготовке первого заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва, мне, Алферову Жиросу Ивановичу, как старейшему по возрасту депутату Госдумы предоставлена почетная миссия открыть первое заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте мне от своего имени и от имени депутатов Государственной Думы приветствовать вас на первом заседании Государственной Думы 7-го созыва. Сегодня на нашем заседании также присутствуют руководители органов государственной власти Российской Федерации, члены правительства, члены Президиума Совета Законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании, члены Центральной Избирательной Комиссии, представители межгосударственных и межпарламентских организаций, действующих на пространстве Содружества Независимых Государств, представители общественных объединений. Позвольте приветствовать уважаемых гостей. В Президиуме заседания находятся мои коллеги, старейшие по возрасту депутаты Государственной Думы, представители политических партий, прошедших Государственную Думу. Валентина Владимировна Терешкова, мы старые друзья, от Всероссийской политической партии «Единая Россия». Владимир Вольпович Жириновский, от Политической партии «Либерально-демократической партии России». Галина Петровна Хованская, от Политической партии «Справедливая Россия». Мы с вами, как старейшие депутаты, уже третий раз открываем Думу. Уважаемые депутаты Государственной Думы, Десятилетним мальчиком я прочитал замечательную книгу Вениамина Каверина «Два капитана». И всю последующую жизнь я следую принципу ее главного героя Сани Григорьева – бороться и искать, найти и не сдаваться. Очень важно при этом понимать, за что борешься. Сегодня наша главная цель – сохранение и возрождение нашей страны. Я хочу прочитать по этому поводу очень короткую выдержку из стихов моего любимого поэта Владимира Маяковского. Мне, правда, пришлось изменить одно слово, но я верю, что у нас будет право на такую замену. Я волком бы выиграл бюрократизм, к мандатам почтения нету, к любым чертям с матерями катись, любая бумажка, но эту. И я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте! Завидуйте! Я гражданин Российского Союза! Уважаемые депутаты Государственной Думы! Перед началом заседания прошу вас зарегистрироваться с помощью электронной системы. Включите режим регистрации. Кто без карточек или не успел зарегистрироваться, можно оформить соответствующие заявления и сдать их в секретариат. Покажите результаты регистрации. Кворум есть, кворум имеется. Уважаемые депутаты Государственной Думы, уважаемые почетные гости, Первое заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Седьмого Созыва объявляю открытым! Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна! О, Божья, Боря, великая слава, Твое настояние во всех временах! Славься, Отечество наше свободное! Против народов союзниковой! Великая слава, Великая слава, Великая слава, Великая слава, Славься, страна, Великая слава, 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Коллеги, я с удовольствием приглашаю Владимира Владимировича на трибуну. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые депутаты Государственной Думы, дорогие друзья! Рад приветствовать вас и поздравить с началом работы Государственной Думы России седьмого созыва. Сегодня в этом зале представители всех 85 субъектов Российской Федерации, и среди них народные избранники Крыма и Севастополя. Граждане доверили вам высокое звание депутата. Избирательная кампания прошла открыто в честной конкурентной борьбе. Её результаты основаны на воле и выборе российского общества. Вижу в безусловной легитимности парламента залог силы и авторитета законодательной власти. Серьёзная выросла роль Государственной Думы и как представительного органа власти. Половина мест в парламенте принадлежит депутатам, избранным напрямую жителями конкретных территорий, округов, регионов. В целом состав Государственной Думы заметно обновился. В неё пришли представители общественных, профсоюзных, местных организаций. Убеждён, в результате усилится обратная связь парламента со избирателями, с гражданским обществом, с регионами страны. А значит, возрастёт и качество законотворческого процесса. Рассчитываю также, что Государственная Дума будет более предметно взаимодействовать со всеми, кто обладает правом законодательной инициативы, включая региональные парламенты. Активно использовать практику нулевых чтений, общественных слушаний, в том числе с участием представителей партии, не вошедших в парламент. Подчеркну, работающие, действенные законы – это не только результат безупречной юридической техники, что, безусловно, очень важно, но, прежде всего, принимаемые парламентом решения должны основываться на гражданском согласии. И поэтому Государственная Дума призвана стать постоянной площадкой для широкого общественного и политического диалога. Уважаемые коллеги! В ходе избирательной кампании люди сформировали запрос на содержательные изменения в экономике, в социальной сфере. Вам, как законодателям, предстоит напряжённая, ответственная работа, и её нужно начинать безотлагательно. При этом вы всегда можете рассчитывать и на поддержку президента, и на мою поддержку, и на самое тесное взаимодействие с правительством Российской Федерации. Умение ветвей власти работать согласованно и эффективно – одно из главных условий общего нашего с вами успеха. Чтобы повести экономику на новую траекторию роста, нам нужно снять законодательные барьеры, которые стоят на пути развития конкуренции, притока инвестиций, внедрения современных технологий, обеспечить сбалансированное развитие российских регионов, северных, дальневосточных территорий. В Государственную Думу будут внесены законопроекты, касающиеся поддержки предпринимательства и частной инициативы. В том числе речь идёт об укреплении законодательной защиты бизнеса от давления со стороны недобросовестных, а такие, к сожалению, тоже ещё есть сотрудники правоохранительных органов. Сейчас хотел бы обратить ваше внимание на самое главное. А что у нас самое главное? Конечно, особое внимание следует уделить решению задач в области образования, здравоохранения, жилищной политики, экологии. То есть в тех сферах, которые прямо влияют на благополучие людей, на социальное и демографическое развитие. Для того, чтобы сконцентрировать усилия и ресурсы на решение наиболее острых, системных задач в экономике и социальной сфере, мы запускаем приоритетные проекты. Я прошу обеспечить их оперативное и законодательное сопровождение, а также при работе над федеральным бюджетом предусмотреть финансирование приоритетных проектов в полном объёме. И, конечно, нам нужно укреплять безопасность и обороноспособность страны, отстаивать её позиции на мировой арене. Рассчитываю, что парламент, все фракции окажут этой работе необходимую политическую и законодательную поддержку. Также считаю важным в полной мере использовать ресурсы парламентской дипломатии для развития конструктивных международных связей со всеми заинтересованными партнёрами. Дорогие друзья, российское общество ждёт от вас вдумчивой и профессиональной работы, глубокого понимания ценностей права и закона, готовности отстаивать общегосударственные и общенациональные интересы. Я обращаюсь к представителям всех фракций. Текущие политические разногласия всегда были, они есть и всегда будут. Из этого, собственно говоря, и состоит жизнь. Но статус народного представителя, забота об авторитете парламента, ответственность за судьбу страны и её граждан много выше и личных, и даже партийных амбиций. Именно так действовали депутаты Государственной Думы шестого созыва, проявляя единство при принятии самых принципиальных и, без преувеличения, судьбоносных для России решений. За эти годы российский парламентаризм сделал большой шаг в своём развитии, стал более профессиональным и более ответственным, удалось обеспечить открытый и честный диалог различных политических сил. Хотел бы ещё раз поблагодарить прежний состав парламента, его руководителя Сергея Евгеньевича Нарышкина за результативную и эффективную работу. Я уверен, преемственность обязательно сохранится. Рассчитываю, что новый депутатский корпус приумножит то лучшее, что было сделано прежним составом Государственной Думы и, конечно, будет беречь историческое наследие российского парламентаризма. Более чем сто лет назад, обращаясь к депутатам Государственной Думы, Пётр Аркадьевич Столыпин сказал, «Мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и права для поддержания исторического, высшего права России. Быть сильной». Когда мы вспоминаем такие слова или когда формулируем их заново, мы всегда исходим из того, что любой народ и любая страна имеют точно такое же право быть сильными. И еще мы никогда не вкладываем в это понятие «быть сильной» какие-то великодержавные нотки. Мы никому никогда ничего не навязываем и навязывать не собираемся. Сила России внутри нас самих, она внутри нашего народа, в наших людях, в наших традициях и в нашей культуре, в нашей экономике, в огромной нашей территории и природных богатствах, в обороноспособности, конечно. Но самое главное – наша сила, безусловно, в единстве нашего народа. Мы должны всегда помнить, что все составляющие силы России, о которой я только что сказал, это важнейшее, может быть, ключевое условие сохранения нашей государственности, независимости и самого существования России как единого, общего, родного дома для всех народов, которые ее населяют. Я желаю депутатам Государственной Думы 7-го созыва, новому руководству парламента успехов в служении народу России. Благодарю вас за внимание.